Дня Святого Валентина Он считает, что он не работает, потому что для него концерты и выступления, которые проходят в достаточно плотном графике, это и есть его любимый род деятельности, который позволяет ему одновременно и отдыхать, и наслаждаться душевным общением со зрителями. Почему-то чаще всего вспоминается первый приезд в Алматы, это 1981 год, на катке Медео, фестиваль авторской песни. Сейчас кто-то подумал, я еще тогда не родился. Страшно подумать. Да, и потрясающий был фестиваль, конечно, такие ощущения от этого края, и мы с Петром Старцевым дуэтом заняли с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» второе место. Первое место заняла Ольга Качанова. В одной из своих книг Олег Митяев пишет, что однажды на концерте к нему на сцену прилетел самолетик. Он обрадовался, думал, что наверняка это оригинальный способ отправить ему записку, подошел к этому самолетику, развернул его и прочитал. Это просто самолетик. На концерте в Алматы также было достаточно много остроумных вопросов. Один из них звучал так. Что вам больше нравятся, уральские пельмени или уральские эльмени? Конечно, Олегу Митяеву больше нравятся эльмени, потому что эльмень – это знаменитый фестиваль на озере Эльмень, рядом с Челябинском, который в настоящее время является одним из крупнейших в связи еще и с тем, что Грушинский фестиваль переживает период полураспада. И, конечно же, Олег Митяев против того, чтобы имя Грушина использовалось для раскола, и он за то, чтобы эти фестивали объединились. Надо сказать, что в Челябинске мы с Петей Старцевым вообще никакого места не заняли в 79-м году. И прошло много лет, и вот совсем недавно они мне вручили медаль 79-го года Эльменьского фестиваля. Было очень приятно. И сказали, извините. Олег Митяев очень трепетно относится к городу Алма-Ата, потому что здесь, на катке Медео, в 1981 году он стал лауреатом Всесоюзного фестиваля авторской песни. Сейчас каток Медео отремонтировали, он снова готов принимать большие количества зрителей. И кто знает, может быть, когда-нибудь на этом катке вновь устроят фестиваль авторской песни, и на нем прозвучат слова, которые стали одними из самых известных в мире современной авторской песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Что для пропаганды здорового образа жизни необходимо в нашем обществе и в России, и в Казахстане? Массовый спорт. Массовый спорт – это то, что было у нас. Нам не надо ничего придумывать, нам нужно постараться вернуть хотя бы часть того, что у нас было. Это вот коробки хоккейные во всех дворах, это футбольные секции. Вообще вот этот внешкольный досуг, он был очень организован. Ведь многие вышли из дворцов культуры, из каких-то кружков авиамодельных, театральных, танцевальных. И кроме этого были секции. И гребли, а сейчас даже олимпийские, значит, наши олимпийцы, и то им приходится платить какие-то свои деньги для того, чтобы подготовка была на должном уровне. А раньше все это было за государственный счет. И это было абсолютно правильно, потому что это здоровье нации. Скажите, какой вид спорта подходит для бардов лучше всего? Нет, здесь каждый выбирает для себя, потому что вот Юрий Висбор, он, как вы знаете, горными лыжами и альпинизмом занимался. Юрий Кукин тоже закончил институт физкультуры, как и я, вернее, это я тоже, по фигурному катанию. И каждый как-то вот делает что-то свое, мне кажется, здесь кому что назначено. Плановый концерт, и хорошо в конце, самому как будто бы веселее. И все глядят, любя, только нет тебя. Между нами осень и восемь дней. Я, когда вернусь, сразу поклянусь, никуда надолго не уезжать. Но пройдет три дня, и опять меня будет моя милая провожать. А поземка кружит все, что я еще не спел. И разлука хуже, чем зрелость не удел. Старенький автобус местной филармонии Огибает глобус наш в меланхолии. Продолжение следует... Аплодисменты...